Итак, друзья, вы на канале Русская Дымка. Меня зовут Владислав Кислицын и в гостях у Андрея Галкина. Это экспериментальная пивоварня Трифон. У нас здесь трое. Андрей, я и пивоварня Хмельница. И сегодня для вас варим новый сорт. Вкусную, ароматную, мутную бельгийскую пшеничку. Андрей про сорт расскажет, про ингредиенты. Так как здесь места не очень много, я буду за кадром и иногда буду подавать голос. А сейчас слово Андрею. Здравствуйте, дорогие друзья. И сегодня мы будем варить, как говорил Влад уже, бельгийскую пшеничку, бельгийский бланш. Мы сварили уже пшеничное немецкое пиво, сварили пиво английское, английский эль. И настал тот момент, когда мы будем варить бельгийский сорт, бельгийский бланш. В чем основное отличие от немецкой пшенички? В первую очередь, конечно же, это ингредиенты. То есть, когда варишь, если хочешь сварить бланш, то нужно понимать основные отличия от немецкого пшеничного пива. Во-первых, это использование несоложенной пшеницы. В немецкой пшеничке, по желанию, можешь использовать какую-то часть несоложенной, но в большинстве используют, конечно же, соложеную пшеницу в немецком пшеничном пиве. Здесь же мы будем использовать полностью 50 процентов несоложенного пшена. Также использовать будем, что еще? Добавлять будем апельсины, цедру апельсинов и кориандр. Это тоже не допускается в пшеничном немецком пиве, но в бельгийском это как нельзя кстати будет. То есть, вот у нас 5 апельсинов, которые потом мы очистим. Кориандр добавим на варке. Вот мешочек как раз у нас для кипячения цедры апельсина. Ну и, в принципе, по ингредиентам у нас будет 4 килограмма несоложенной пшеницы, 2 килограмма солода. Кстати говоря, солод тоже в первый раз мы будем использовать high-destatic power, то есть, это crisp, специальный солод, в котором, скажем так, больше ферментов, так как мы используем много несоложенки, мы используем и солод, в котором побольше ферментов, чтобы у нас получше прошло осахаривание. 2 килограмма и 3 килограмма обычного ячменного светлого солода курского, то есть, в принципе, по закладке ничего особенного такого дорогого у нас не будет, кроме вот этих двух солодов, диастатик power, и будем использовать дрожжи мангров джек м21, специальные дрожжи для приготовления бланша. По паузам белковую паузу 20 минут 50 градусов выставим, 40 минут мальтозную паузу 62 градуса и осахаривание 72 градуса 20 минут, ну и перекачка 78 градусов 5 минут. В принципе, планируем выйти на экстрактивность начального сусла порядка 12-13. И хотелось бы добавить на данный сорт мы не используем никакие карамельные солода, то есть, солода, которые придают окраску пиву, ну, скажем так, более темный цвет пива, да, и бланш, он должен быть светлым, однозначно должен быть светлым, и в нем должно быть минимально горечи, да, это подразумевает, этот стиль пива подразумевает, что не используется, либо минимально используются карамельные солода, и минимально охмеленное это пиво. Солод перемолот. Получается, сейчас у нас происходит начало процесса затирания. Гидромодуль у нас 1 к 4, то есть, мы задали 40 литров воды и 9 килограмм солода, то есть, это где-то 1 к 4 и 1, ну, в среднем, 1 к 4 получается. Использовали, повторюсь, пшеничную, пшено несоложенное, базовый ячменный солод и солод с повышенной осахаривающей способностью. Использовали тоже 2 килограмма. В принципе, процесс затирания начался в автоматическом режиме, у нас есть где-то 2 часа на то, чтобы заниматься своими делами какими-то, но и очистить апельсины, подготовиться к процессу кипячения. Итак, у нас прошел процесс затирания, и сейчас мы приступим к фильтрации. Буду снимать крышку и в процессе покажем, как же будет происходить у нас процесс фильтрации. Конечно же, мы ожидаем, что у нас фильтрация пройдет хорошо, но исходя из того, что у нас 50 процентов здесь несложенной пшеницы, то с фильтрацией могут быть и небольшие сложности. Давайте посмотрим, как это будет происходить прям в режиме онлайн. Видим, такое сусло прям мутное. Но, в принципе, вот фильтрация идет неплохо. Сейчас мы сольем первое сусло. Не, в принципе, если посмотреть, то с фильтрацией особо проблем нет. Ну, можно, как я всегда и говорил, можно немножко подвигать в овсановый мешок аккуратненько. Да, то есть фильтрация идет. Так, мы сейчас, значит, собрали сусло. Первое сусло в количестве где-то 24 литров. Вот Влад сейчас снимет. И, значит, сколько мы на промывную воду, промывной воды добавим? 15 литров где-то, 15-16 литров. Обычно, если вот я смотрю по тому, сколько собрано первого сусла, да, если собрано 2 ведра, то есть 20 литров и поменьше, то даю на промывную воду где-то 20 литров. Если больше двух ведер, то есть 25 литров где-то вот так, то тогда можно и 15 литров дать, чтобы потом просто получится так, что останется лишнее сусло, которое у вас и не поместится в емкость, и которое потом добавлять в процессе кипячения нужно. Да и вообще, в принципе, на нужный экстракт в конце, когда все откипит, вы можете не выйти. Если слишком много, добавите промывной воды. И поэтому самый оптимальный вариант смотреть по фактической фильтрации. То есть, если отфильтровалось поменьше, можете побольше промывной воды. Но в итоге где-то должно выходить 4 ведра, ну где-то 4,5, а то и 5 ведер практически уже после промывной воды. Да, то есть это где-то 48-50 литров, если выйдет, то это самый шикарный вариант. Надо объяснить, что пивоварня у Андрея на 50 литров, а ведра на 10. Да, и поэтому 5 ведер обычно, 4 ведра и там 7-8 литров, самый оптимальный вариант. Залили промывную воду в количестве 15 литров. И дальше, чтобы накрывать крышкой, смешалкой подключать, и будет у нас происходить выщелачивание из дробины остального экстракта, остаточного экстракта. 20 минут у нас будет идти промывка дробины. За это время у нас и температура дойдет до нужного значения 78 градусов. И в принципе большая часть экстракта вымыться из дробины. Итак, прошел у нас процесс промывки дробины, и мы будем проводить второй этап фильтрации. Посмотрим, сколько сусла в итоге мы получим. Хлюпает. Как у нас в политехе говорили, зачем нам учеба, нам ум не товарищ. Да здравствует хлюпанье влажных... Ну, в принципе, вот получается мы ведро отфильтровали, ну и сейчас нужно будет немножко передохнуть. Все, закончили мы процесс фильтрации. В итоге у нас получается практически 50 литров. Вот, Влад, покажи, практически мы полную кастрюлю отфильтровали сусла. Значит, здесь у нас дробина в мешке в количестве 9 килограмм. Вот, которая с 9 килограмм солода получилась побольше дробины. Вот, то есть, ну, в принципе, все, процесс фильтрации основной прошел. Сейчас будет у нас закипать сусло. Мы будем задавать 20 грамм хмеля традиционно в первое сусло. И, в принципе, кипятиться у нас будет час. За 15 минут до окончания кипячения мы зададим сюда корки апельсиновые, цедру апельсиновую и кориандр. Цедру мы очистим 5 апельсин и зададим 30 грамм кориандра. И плюс уже в дальнейшем, наперед скажу, что в дальнейшем на этапе дображивания мы также еще зададим 5 апельсин, 5 апельсин и 30 грамм кориандра, чтобы был более отчетливый вкус и аромат кориандра и апельсин. Итак, у нас начался процесс кипячения. Дошла температура до 100 градусов, даже 103 градуса. Видим, что такая пенка прям насыщенная, плотная. Мы ее сейчас подснимем, чтобы она нам особо не мешала. Есть разные версии. Кто-то снимает пенку, кто-то оставляет. Но мне как бы ближе все равно ее подснять. Белковую пенку. По сути, это белок. Зачем его оставлять? Сейчас зададим одну единственную порцию хмеля, традиционно, в количестве 20 грамм. Нам не нужна в этом пиве слишком сильная горечь, интенсивная горечь. Небольшая горечь, не более расчетная, не более, скажем так, 15, 10-15 единиц горечи. Что-то я снимаю, а все больше и больше пенка. Сейчас все сусло уйдет. Влад, подсними здесь вот кадр. Прям ее снимаешь, пенку. Она прям вот сусло кипит интенсивно как. То есть нам важно, чтобы сусло еще интенсивно кипело. То есть, чтобы коагуляция белка была. Так, и сейчас мы сейчас задаем. Сейчас зададим? Была, не была? Слушай, ну мне кажется, этот сейчас через верх пойдет. Немножко подсольем сусло и сделаем интенсивность поменьше. Потому что 2-300. О! Видишь, что значит профессионализм, да? Есть или нет? Еще меньше. Чувствую. Да. Удалось. О, все. На убыль пошла. Ну и сейчас как раз зададим хмель. 20 грамм. Пока что оставим при такой интенсивности кипячения. Потом прибавим немножко, когда придет в норму. В чем основной посыл, да? Как я и говорил, изначально хмель задается в первую очередь, да? В начале кипячения обычно это на горечь. В середину кипячения тоже можно считать, что на горечь, но уже отчасти и на аромат. Хотя, в принципе, уже аромат за полчаса, если вы 60 минут кипятите, он уже весь уйдет в хмеле. Обычно те порции, которые за 20 минут, за 15 минут, за 5 и за 0 минут до окончания кипячения, это те хмеля, которые задаются в конце ароматных хмеля как раз. Мы сейчас задали традицион хмель и количество 20 грамм. Горечь, как я уже говорил, будет небольшая, и поэтому думаю, что как раз получится то, что мы и хотели. Взвешиваем кориандр. Нам нужно 30. Молотого. О, глаз, алмаз. Кориандр пошел. Вот, получается, мы режем, снимаем только вот эту вот часть. Снимаем только, для нас важна именно самая-самая верхняя часть цедры. То есть, вот эта часть белая, она дает горечь. Ее задавать нежелательно. И сок потом туда дожмем, наверное, но уже когда докипит, это все дело. Дай. А компот не получится? Или давай на брожение зададим. Может на брожение, да. Вот я сейчас бы не стал горячее. Но горячее не будем тогда на брожение. Апельсины у нас зверски почищены, мешок приготовлен. Сейчас, чтобы у нас потом не было при сливе проблем, мы отправляем в мешок. И за 15 минут до окончания кипения отправляем ее вариться. И болт их погружение идет. Все. У нас, получается, кориандр задан. Апельсин, цедра апельсида задана. За 20 минут получилось у нас. Ну, чуть-чуть пораньше, ничего страшного, я думаю. И дальше у нас остались только апельсины. То есть, нам есть чем заняться. Применение, которым, да, мы найдем. Сосло у нас охлаждено до 30 градусов. И наступил момент, когда нам необходимо его перекачивать уже, так сказать, сливать в емкость для брожения. Задавать мы будем дрожжи М21 Мангровджекс. То есть, здесь еще можно сказать. Начнем без шланга, да. Без шланга мы перелив делаем. Почему? Чтобы происходила аэрация сусла. Да, то есть, в процессе, пока сусло будет переливаться, у нас будет аэрация происходить. Также вот задаем сухие дрожжи. По цвету красивое получилось сусло. Кстати говоря, именно то, что мы кипятили цедру апельсина, мы попробовали с Владом сусло. Получился такой своеобразный вкус сусло. То есть, все-таки, когда кипятишь цедру, она дает именно вкус, своеобразный апельсина, который не получишь, если только будешь на доброжживание добавлять корки апельсина. Ну, не корки, а цедру апельсина. И мы таким образом сделали кориандр и цедру апельсина мы задали на этапе кипячения для вкуса. То есть, чтобы сформировался определенный вкус. Экстракция произошла. И уже на доброжживание мы зададим также кориандр в том же количестве и цедру апельсина для того, чтобы усилить аромат уже. Потому что, вполне вероятно, после процесса брожения и доброжживания у нас может ослабеть вкус апельсина, и кориандра может быть слишком слабый. Поэтому мы это усилим на этапе доброжживания. Итак, дорогие друзья, у нас пиво готово. Уже бродит даже, булькает. Вот только что булькало. Что можно сказать? На самом деле, пиво получилось и по экстрактивности начального сусла, как мы и планировали, 12%. Только что мы померили, посмотрели. И результатом, на самом деле, я доволен. Мы довольны даже с Владом. И попробовали сусло, получилось очень вкусное, интересное сусло. Я думаю, что получится и само пиво. Мы тут просто бак нюхаем, не отходя. Пока еще не будем. С остатками, да, дробины. И что можно сказать? Безусловно, варка пива, вы можете и свои какие-то идеи вносить в этот рецепт. Придумывать вместо апельсина добавлять другие какие-то фрукты. Допустим, грейпфрут можете добавить, либо апельсин с грейпфрутом, либо цедру лимона можете добавить. Все на ваш вкус, как вам будет угодно, как вы захотите. Потому что пивоварение и варка пива, это как, не как, а это и есть искусство. Это как художник рисует, так же и пивовар. Варит пиво, только вместо красок у него дрожжи, солод, хмель и вода. Поэтому занимайтесь варкой пива, сочиняйте рецепты, пробуйте наши рецепты. И будьте своего рода художником, который только, скажем так, сочиняет, придумывает и изобретает не картины, а сорта пива. И этим удивляет своих друзей. Варите, удивляйте и радуйте своих близких и друзей.